Индустрия здоровья Почему важно тренировать мышцы детям с компрессионным переломом позвоночника Отправляемся смотреть, как первые лица ведущих новосибирских компаний Со своими сотрудниками участвуют в турнире на преодоление препятствий Медосмотр перед детским садом или школой Многие родители относятся к этой процедуре как к формальности Другие как к настоящему крестовому походу Опасаясь очередей и колоссальной потери времени А между тем оценить готовность ребенка к новым нагрузкам очень важно Далее сюжет на эту тему Что может быть важнее здоровья детей? Это понимает каждый родитель Особенно важно серьезно подойти к контролю здоровья ребенка Перед поступлением в детский сад или школу Тем более, что попасть в дошкольное или учебное заведение без документов о прохождении медосмотра По закону сейчас невозможно Однако не каждый родитель готов потратить огромное количество времени на то, чтобы обойти всех нужных специалистов Стоять в пробках по дороге в больницу День от дня уговаривать свое чадо Сдавать анализы И проходить всех нужных специалистов Программа «Индустрия здоровья» нашла в нашем городе центр Где обещают за один воскресный день На платной основе провести необходимый комплексный осмотр Принять все анализы в одном месте А также развлечь детей мультиками и играми с аниматором Если все действительно так, то это просто находка для любых работающих родителей Пойдемте проверим Прежде чем отправиться на медицинский осмотр Программа «Индустрия здоровья» рекомендует запросить статистику лечебного учреждения и лицензию Ведь контроль здоровья ваших детей должны осуществлять только квалифицированные специалисты И это нужно не детскому саду или школе, а каждому родителю Чтобы знать, готов ли организм ребенка к нагрузкам Детский медосмотр мы проводим уже четвертый год За это время приняли более 8 тысяч детей В нашем центре можно пройти медосмотр перед садиком, школой А также перед лагерем, санаторием и оформить справку в бассейн Действуем мы на основании лицензии Теперь давайте узнаем у главного врача Какие процедуры нужно проходить будущим воспитанникам детских садов и школ Татьяна Олеговна, здравствуйте Здравствуйте Пришли к вам поговорить о детском медосмотре Скажите, а зачем он нужен вообще, этот детский медосмотр? Детский медосмотр позволяет не только оценить состояние здоровья ребенка, но и определить, насколько он готов к новым серьезным нагрузкам, связанным с поступлением в детский сад или школу Какие именно специалисты должны быть пройдены и какие анализы сданы? При прохождении медосмотр происходит осмотр врачей, это педиатр, стоматолог, лор, офтальмолог, невролог, травматолог, ортопед, хирург, для девочек обязательно еще гинеколог, для мальчиков соответственно уролог Кроме того, сдают лабораторные анализы, записывают ЭКГ и производят исследования стоп на плоскостопие компьютерную плантографию Ого! И сколько длится такой медосмотр? Весь медосмотр занимает от двух до трех часов Ну, родители обычно переживают, знаете, о том, что нужно будет стоять в пробках, долго ехать Если это будний день, то это еще все дольше затянется Нужно будет уговаривать детей сдавать эти анализы, проходить процедуры Как вы с этим боретесь? Во-первых, у нас медосмотры проходят только по воскресеньям Работает система электронной очереди, что очень удобно С детьми работают у нас аниматоры, играют с ними, показывают фокусы, дарят подарочки небольшие В связи с тем, что дети приходят на голодный желудок, и это тоже определенная проблема У нас есть небольшое для них угощение, ланчбокс А есть ли возможность получить все необходимые документы? Собственно, то, о чем мы в начале интервью с вами сказали Ведь школа, детский сад потребуют справку какую-то, что пройден медосмотр Ну, конечно, педиатр оформляет медицинскую карту для ребенка Через два-три дня ее можно уже получить И с этой картой ребенок приходит в садик или школу Она полностью соответствует тем стандартам, которые установлены всеми вышестоящими приказами Татьяна Олеговна, а есть ли возможность пройти комплексное детское УЗИ? Да, можно УЗИ пройти дополнительно В комплекс входит УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы И УЗИ органов репродуктивной сферы у девочек или у мальчиков И кроме того, у нас есть бесплатная услуга педиатра Это бесплатная консультация по итогам медицинского осмотра Когда педиатр даст родителям полную консультацию О тех проблемах, которые были выявлены И порекомендует, что делать дальше для того, чтобы сохранить здоровье ребенка И этой услугой очень многие родители пользуются Она очень важна А когда, в какое время лучше пойти на медосмотр? Дотянуть, может быть, до 1 сентября и накануне пойти? Ну, дотянуть, конечно, можно, но лучше всего пройти все заранее Месяца за два Потому что большую ошибку делают те родители, которые откладывают на последние дни Там за последние 2-3 недели В тех случаях, когда у ребенка вдруг обнаруживается какая-то проблема То уже у родителей совсем не остается времени для того, чтобы ее разрешить По статистике очень часто как раз проблема возникает тогда Когда у ребенка обнаруживаются глисты и нет уже времени для того, чтобы их пролечить Все планы рушатся Программа «Индустрия здоровья» проверила городской центр медосмотра На соответствие обещанным срокам проведения процедур Наши герои довольны, а их родители теперь спокойны за здоровье своих детей И наличие документов о прохождении медосмотра Друзья, в финале выпуска мы запустим розыгрыш сертификатов на бесплатное прохождение детских медицинских осмотров Обязательно дождитесь А пока речь пойдет о здоровье опорно-двигательного аппарата Лето – период детского отдыха и период детских травм Ведь случайное падение или даже неправильное приземление после безобидного прыжка на батуте Может повлечь серьезные последствия Егор перенес компрессионный перелом позвоночника Сейчас его здоровье вне опасности Острый период позади Однако теперь ему нужно помнить о травме и правильно распределять физические нагрузки Дело было зимой Мы чистили снег Папа мне приложил прыгнуть с крыши Я не отказался Я прыгнул не совсем удачно на спину И потом не мог дышать несколько минут Потом мы приехали в больницу И сделали рентген И оказалось, что я сломал спину Четвертый, восьмой и двенадцатый позвонок Полгода ходил в корсете и стоял или лежал, сидеть не мог Сегодня Егор с врачом Иваном Окишевым помогут разобраться, что делать, когда ребенок получил травму опорно-двигательного аппарата Дети очень активны, как мы видим, по Егору Прегают, прыгают Особенно игровые площадки являются угрозой Бояться их не нужно, но нужно себя тоже беречь Игровые площадки, батуты, прыжки в воду Для детских костей, связок и суставов это большая опасность Первое, что нужно сделать родителям Это объяснить ребятишкам элементарные правила поведения во время игр Не толкать друзей, стараться не падать на спину и на шею Особенно грозным заболеванием, повреждением является компрессионный перелом позвоночника То есть дети, спрыгивая с какой-либо поверхности, на прямые ноги Не успевают сгруппироваться, повреждают свой позвоночник Некоторые позвонки, дети в своем возрасте, они все равно хрупкие Еще происходит становление органов и систем Поэтому организм не может бороться с такой травмой, со своим собственным весом Поэтому очень часто повреждается несколько сразу позвонков Когда ребенок получил такую травму, его физическая активность резко ограничивается Часто родители уверены, что весь период ношения корсета необходим покой А что об этом скажет доктор? Особенно в период бурного роста, когда ребенок растет Некоторые дети приходят на 10 сантиметров в год, вырастают, родители удивляются Корсет, который на тебе одет, малоподвижный образ жизни И это и так сказывается на росте и развитии своего позвоночника Формирование мышечного своего корсета Поэтому обязательно нужно, конечно, безопасно То есть под присмотром специалиста, специальных упражнений То есть декомпрессионных Дети формируют свой мышечный корсет, укрепляют свой позвоночник Стремимся увеличить рост, то есть ребенка в высоту, в длину То есть он, чтобы никак не ограничивал себя Чтобы он знал, что я занимаюсь, что мои сверстники тоже там чем-то занимаются Я ничем от них не уступаю Почему же так важно тренироваться во время ношения корсета? Если изначально ребенок был ослаблен, то ношение корсета еще больше ослабляет Потому что, собственно, мышцы стабилизатора-то не работают А ребенок растет, начинают развиваться какие-то сколиозы, повреждения еще больше Поэтому мы формируем собственный мышечный корсет И постепенно избавляемся от этого железного корсета, нового, красивого И стараемся В дальнейшем тоже детей таких не бросать То есть если раньше было в анамнезе повреждения позвоночника, компрессионный перелом Было ношение корсета Например, как у Егора, он уже 6 месяцев ходил в корсете Это не говорит о том, что он стал сильнее, крепче Он очень подвижен, бегает, прыгает А чем прыгает? Нужны мышцы Состояние мышц можно поддержать с помощью тренировок на специальных тренажерах Но внимание важно уделять не только мышцам Во время занятий инструктор обязательно занимается с ребенком Он контролирует, чтобы ребенок всегда дышал, чтобы не было натуживания Чтобы не создавать еще больше напряжения на мышцы, на легкие сердца Чтобы не повышалось давление, как-то не стимулировалось Обязательно ребенок все выдыхает со звуком Ха, тоже специфичный выдох Также для детей, для развития легких, объема легких Это и есть дыхательная гимнастика То есть обязательно во время занятий ребенок дышит Также водно-питьевой режим Ребенок после каждого упражнения пьет воду Потому что эластичность мышц, связок Это все необходимая жидкость 60% состоим из воды Поэтому тоже обязательно ребенка учим пить И постепенно он уже дома, тоже поддерживает сам этот водно-питьевой режим И также обливание холодной водой после бани, сауны То есть немного прогрелись, либо в душе после занятий Либо в сауну зашли, там пару минут прогреться, чтобы простимулировать кровоток И холодной водой обливаемся То есть это не страшно, ну постепенно кому-то страшно Но постепенно дети привыкают, им это нравится Они не чувствуют этого холода Состояние порно-двигательного аппарата влияет на общее самочувствие И функционирование всех систем организма Травму всегда проще предотвратить, чем лечить Однако, если она все-таки произошла Необходимо предпринять все возможные действия Чтобы реабилитация прошла правильно Как у нашего героя Я советую всем быть осторожнее и беречь свою спину Повышение пенсионного возраста Тема, которая будоражит общественность Закон еще не принят, а специалисты уже оценивают возможные последствия Как к ним готовиться с собственником бизнеса Попробуем разобраться вместе Как повлияет увеличение пенсионного возраста В нашей стране на продолжительность жизни граждан И что может сделать работодатель Чтобы продлить работоспособность сотрудника Такие вопросы обсуждают в преддверии пенсионной реформы Представители бизнеса и медицинского сообщества Говорят о том, что хоть во многих европейских странах Пенсионный возраст и увеличен На здоровье граждан по ряду исследований Увеличение пенсионного возраста Не сказалось положительно По большинству развитых стран наблюдается негативный тренд То есть некоторое ухудшение здоровья Оно связано с тем, что люди откладывают выход на пенсию И вот то, что в течение трудовой жизни У них к концу их трудовой деятельности Накапливается стресс, накапливается депрессия Развиваются вредные привычки И переходят к менее здоровому образу жизни Вот этот период несколько затягивается А сам выход на пенсию в данном случае для жителей развитых стран Он несет позитивные аспекты Связаны с тем, что вот этот стресс прекращается В связи с тем, что появляется больше свободного времени И люди начинают вести более здоровый образ жизни То есть вот это вот откладывание пенсионного возраста Оно внесло небольшое ухудшение Существует мнение, что увеличение пенсионного возраста В нашей стране может дать людям элегантного возраста Возможность дольше себя чувствовать нужными и востребованными А значит следить за своим здоровьем и вследствие дольше жить Однако специалисты делают оговорку Нынешняя ситуация на рынке труда Когда людей преклонного возраста предпочитают не принимать на работу Может только добавить горечи в жизнь несостоявшихся пенсионеров И здесь мы видим, что у людей данного возраста Наблюдаются очень слабые перспективы, так скажем, на рынке труда То есть сложно найти работу А еще сложнее найти работу с благоприятными условиями труда С достойной заработной платой Работа по своей специальности То есть люди вынуждены идти на работу с более вредными условиями труда Либо вообще теряют интерес к поиску работы После продолжительного периода ее поиска И в этом случае мы наблюдаем еще больше ухудшения здоровья Когда к описанной ситуации добавится еще увеличение пенсионного возраста Риски депрессивного состояния у населения старшего поколения только увеличатся Участники круглого стола говорят о необходимости серьезного мониторинга состояния сотрудников И важности регулярных профосмотров А также о том, что работодателям необходимо будет учитывать И психологические особенности возрастных работников Люди более старших возрастных групп и преклонного возраста Это люди, которые психологическое и психическое состояние Которых требуют первые особых подходов к себе Учета особенностей психических изменений в организме человека Которые происходят И, соответственно, серьезной подготовки К тому, чтобы люди старших возрастных групп оставались работниками Активными работниками Тема повышения пенсионного возраста Ответственности работодателей за здоровье сотрудников Важности профилактики и регулярных медосмотров Возможных последствий пенсионной реформы для здоровья населения Будут и дальше обсуждаться обществом А программа «Индустрия здоровья» продолжит освещать эту неоднозначную тему Преодолеть преграды и опередить соперников для бизнесменов Это обычное дело Однако гонка за лидерство обычно проходит в пределах офиса В погоне за финансовыми результатами Когда руководители и собственники бизнесов Выходят на реальную дистанцию с препятствиями Это событие достойно отдельного репортажа Первые лица ведущих компаний Новосибирска Возглавили свои команды, чтобы побороться За возможность стать лучшими в турнире на преодоление препятствий Сегодня у нас проходит мероприятие спортивное Business and Sport and Health Мы в первый раз решили организовать такое мероприятие для бизнесмена Сегодня у нас участвует 7 команд Это ведущие компании города В команде 6 человек и обязательное условие, что во главе капитана команды Во главе стоит первое лицо компании Либо это руководитель, либо это собственник Ориентирование на местности, физическая подготовка, умение собрать палатку И правильно оказать первую медицинскую помощь Участникам соревнований предстоит преодолеть серьезную дистанцию с препятствиями И, похоже, они настроены решительно Мы готовы ко всему, мы все спортсмены Поэтому, я думаю, у нас все получится А это наша тема, бизнес, красота, спорт Это мы Участники турнира признались, что пришли в этот день не за призами А для того, чтобы доказать себе и коллегам, что готовы со своей командой преодолеть любые трудности Что их физическая подготовка не хуже интеллектуальной И они способны на борьбу не только за финансовые показатели, но и за собственное здоровье Тем более, что высокие коммерческие результаты зачастую зависят от энергичности, устойчивости и волевых качеств всех сотрудников компании Новосибирский бизнес должен быть спортивным, красивым и должен приносить деньги Программа «Индустрия здоровья» разделяет такую точку зрения И желает всем новосибирским компаниям культивировать в своих сотрудниках стремление к физической активности Пришло время нашего розыгрыша На этот раз на кону сертификаты на бесплатное прохождение медосмотра перед школой и детским садом Правила, как всегда, очень простые Для участия в конкурсе вам нужно подписаться на наш профиль в Инстаграм И на профиль городского центра медосмотра Под публикацией в нашем профиле об этом розыгрыше отметить троих друзей На время участия в конкурсе ваш профиль должен быть открыт Победителя определим случайным выбором в следующем выпуске Правила проведения розыгрыша, сроки и информацию об организаторе также ищите в нашем профиле Инстаграм На этом у меня все Берегите ценнейший ресурс на пути к достижению целей Ваше здоровье! До встречи! Программа «Индустрия здоровья» и сеть «Кофеин Прайм Тайм» приглашают вас на открытый круглый стол, посвященный рациональному питанию Врач-диетолог-нутрициолог расскажет, что за страшные звери глютен, лактоза и сахарозаменители Как начать правильно питаться и не навредить организму ограничениями в еде Что учитывать, выбирая диету Вы сможете не только услышать мнение специалиста, но и поделиться собственным подходом к составлению дневного рациона А также стать участниками закрытого клуба «Инздрав» Количество мест ограничено Регистрация на мероприятие в нашем аккаунте Инстаграм Регистрация на мероприятие в нашем аккаунте Инстаграм